Хочется интеллектуального канала? Хочется умных мыслей? Хочется саморазвития? Тогда канал Художник ТВ специально для вас. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Здравствуйте, меня зовут Буянов Дмитрий, я любитель художника. Мы сегодня с вами продолжаем говорить о русских художниках и о моем творчестве. Моем творчестве в контексте информационного воздействия картин. Мы сегодня разбираем картину «Гуслиры» с точки зрения энергоинформационного влияния на вас. И с точки зрения декора, если кто-то из вас задумает оформить декор собственного дома именно в этом стиле. Итак, картина «Гуслиры». Картина «Гуслиры» рассказывает нам о тех великих народных преданиях, которые вошли в сказательные повествования русского народа. Здесь и сказка, здесь и быль. Великая и мудрая, закодированная в русском народном фольклоре. Мудрость, передаваемая веками с поколения в поколение, приобретая художественный образ, но не переставая оберегать род человеческий. Избушка Бабы Яги на заднем плане вместе с самой Ягой и Василисой Прибудрой. С левой стороны – величественный дуб с ларцом, в котором заключена Кащеева смерть. Гуслиры символично показывают три ипостаси человеческого развития. Центральный персонаж – это Вещий Буян. Буян или Боян – древнерусский персонаж, о котором упоминается в слове о полку Игореве. Буян – это древнерусский певец-исказитель. Кроме того, что вероятнее всего, это был реальный человек. В славянской вере он стал практически языческим святым и даже богом, покровителем искусств и правительства. Это неудивительно. В каждой религии есть свои святые, которых после смерти по тем или иным заслугам возносят как чудотворцев или людей, близких к Богу. То же самое произошло и с Буяном, который при жизни сочинял сказы, музыку и обладал вещим даром. В некоторых местах можно встретить, что Буян является богом музыки, поэзии и творчества в общем, а также внуком языческого бога Велеса. Эта тематика была очень близка мне, происхождение фамилии. Именно глубокий анализ мифов и русского эпоса творческим вдохновением породили данную картину. О вещьем Буянина сказательно поминал Пушкин, остров Буян, а также великий русский художник Воснецов Виктор Михайлович в своей картине «Боян» 1910 года. Картина Гуслиры, блинного жанра, заключает в себе мощную и григориальную информацию и служит как символичный оберег для вашего дома. Так же как и картина Алконост и Сирин у живой и мертвой воды, данный сюжет благоприятен для размещения в тех комнатах, где человек набирается знаний, домашняя библиотека, или набирается новых свежих жизненных сил, спальные апартаменты. Мощное воздействие фоновой информации данной картины благоприятно влияет не только на взрослых, но и детей, воспитываемых в духе праведности и высокого уровня осознанности к миру. Субтитры создавал DimaTorzok